Варев Дзес Здравствуйте! Это проект «История Армении», где мы продолжаем свое путешествие по просторам Армянского Нагорья и познаем историю армян. В прошлый раз мы остановились на правлении одного из лучших царей в истории – Тиграна II Великого, и на том, как он расширил границы армянского царства. Сегодня мы расскажем о городах, основанных Тиграном, и о том, что следовало за его правление. В 80-х годах до Рождества Христова возникла необходимость в основании новой столицы империи, и ею стал город Тигранокерт, для которого Тигран выбрал место, занимавшее относительно центральное положение в географии империи. Также, возможно, на выбор царя повлияло то, что именно здесь он был коронован. Тигранокерт был окружен 25-метровыми стенами. Также была построена неприступная цитадель, дворец, театр, парки, сады и охотничьи угодья. Город был возведен очень быстро, однако был очень роскошным. Согласно свидетельствам одного римского историка, армянский народ с большим рвением обустраивал новую столицу, из уважения и любви к своему царю. Немаловажно, что Тигран построил и имеющую ключевое значение для страны царскую дорогу, которая связывала Арташат и Тигранокерт. Помимо столицы, было основано еще несколько городов, которые также носили имя Тиграна. Такие города появились в северной Месопотамии, на севере Осирии и в провинциях Утиг и Орцах Великой Армении. Также было основано два поселения под названием Тигран-Ован в Гортне и Мидии. В 71-м году до Рождества Христова понтийский царь Митридат VI Евпатор проиграл войну с Римом и нашел убежище в Армении. Преследовавший его римский полководец Лукул потребовал от Тиграна выдать ему заклятого врага римлян. Но Тигран отказал, ведь Митридат был его союзником и родственником. Так, в 69-м году до Рождества Христова Лукул вторгся в Армению. И несмотря на начальные успехи римлян, армяно-римская война завершилась разгромом Римской империи. Также при помощи армянских войск от римлян было освобождено Понтийское царство. А в конце 67-го и начале 66-го года до Рождества Христова был заключен Римско-Парфянский военный союз против армяно-понтийского союза. В результате последовавших за этим столкновений римляне победили и захватили Понтийское царство. Однако армяне одолели Парфян и те отступили. Таким образом, по одной стране с каждой из сторон потерпели поражение. И тогда же, в 66-м году в Арташате, между двумя победившими странами, Арменией и Римом, был заключен мирный договор, согласно которому Армения отказалась от территории к западу от Ефрата и вернула Парфи ее бывшие границы. Также Великая Армения была объявлена союзником и другом римлян, что предполагало военную взаимопомощь. Также, один из сыновей Тиграна Великого, Тигран-младший, должен был стать царем Цопка и Кордука, а после смерти отца и царем Великой Армении. Но этого так и не случилось, так как выступив против римского полководца Помпея, он был взят в плен и сослан в Рим, где его повели пленником во время триумфа Помпея, после чего он был убит. Столь невыгодные для Армении уступки, на которые пошел Тигран Великий ради этого мира, можно объяснить патриотизмом царя. Ведь из войны выбыл его союзник, Пантийское царство. И, продолжив он в одиночку войну против Рима и партиан, он мог поставить под угрозу будущее своей страны. И все это ценой тысяч жизней. Таким образом, между военной славой и будущим Армении он выбрал свою родину. Тигран Великий умер в 1955 году до Рождества Христова, в возрасте 85 лет. Цицерон в своей речи в Сенате, говоря о Тигране, использовал термин, означающий высшую оценку, которую римляне могли дать политическому деятелю. После смерти Тиграна Армения оказалась в эпицентре интересов Рима и Парфии. На армянский престол взошел сын Тиграна, Артаваст II, организовавший с Парфянами альянс, который нанес сокрушительное поражение римлянам в битве при Карме. А в результате следующих побед над Римом, армяно-Парфянский союз вошел в Киликию и завоевал Палестину и Сирию. Но союз распался после вероломного захвата парфянского трона фратом IV. После смерти своего старшего брата Бакура в бою с римлянами, он убил своего царя-отца вместе с детьми Бакура, имевшими право престола наследия. Дети Бакура были племянниками армянского царя, так как Бакур был женат на его сестре. Этот брак ранее стал залогом армяно-парфянского союза. Но после его разрыва, оказавшись под угрозой заведомо проигрышного столкновения с войском Марка Антония, Армения была вынуждена вновь взять на себя обязательства Арташатского договора и помогать Риму. Однако Антоний потерпел поражение, вину за которое взвалил на Артавазда II. Он даже предпринял несколько попыток арестовать и наказать армянского царя, но безуспешно. Однако в 1934 году до Рождества Христова, когда армия Антония вновь вторглась в Армению, Антоний обманом взял в плен Артавазда вместе с его женой и детьми. А город Арташес тем временем был разграблен. Армянская армия провозгласила царем сына Артавазда Арташеса II, который в том же году проиграл римлянам и укрылся со своим войском в Парфии. Его отец Артаваз II был казнен в Египте в 1931 году до Рождества Христова, отказавшись поклониться Клеопатрии, царице Египта и жене Марка Антония. В том же году Арташес II вернулся из Парфии со своей армией, освободил Армению, одолел царя Антропогены и присоединил ее к своему царству. Он правил до 1920 года до Рождества Христова. Страна поднялась на ноги в годы его правления. Но тогда же Рим принял решение посадить на армянский престол Тиграна, одного из плененных сыновей Артавазда. Все это время он жил и получал образование в Римской империи. Едва римская армия пересекла границу, как Арташес II был убит при невыясненных обстоятельствах, в результате чего передача власти состоялась без военных действий. Так, Тигран III правил при условии, что его преемник будет также назначен Римом. Но через некоторое время царь осознал значимость наследственности для царской власти и объявил наследником своего сына Тиграна, который после его смерти взошел на трон вместе со своей сестрой Эрато. Рим с этим не смирился, и в пятом году до Рождества Христова силой посадил на трон Артавазда III, второго из плененных сыновей Артавазда II. Но через три года армянский народ свергнул его с престола и вернул трон Тиграну IV и его сестре. Рим понял, что ему придется считаться с армянским царством, и были предусмотрены переговоры с Тиграном IV. Но в первом году до Рождества Христова он погиб в войне с северными горскими племенами, а Эрато отказалась от правления. Таким образом, этот год принято считать последним годом Арташисидской династии, но не армянского царства, как иногда ошибочно полагают. К тому же, Эрато все же взошла на трон в VI году н.э. и правила единоличны. Большое спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за развитием этого и других наших проектов. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и делиться этим видео с друзьями. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова